День с толком В Крае заработал колл-центр губернатора Виктора Томенко. Что нужно сделать, чтобы задать вопрос? Федору Михайловичу Достоевскому 200 лет. Как в Барнауле отмечают юбилей великого писателя? Владельцы торговых центров Края несут убытки. Они направили коллективное письмо губернатору региона с просьбой отменить QR-коды. По подсчетам бизнесменов, введение системы электронных пропусков уменьшило число посетителей торговых центров в Барнауле в 3-4 раза. Бизнес и так серьезно пострадал за период пандемии, говорят в обращении. Вернуться к докризисным показателям даже после отмены QR-кодов возможно лишь через полгода. Кроме арендных платежей, у ТЦ нет других источников дохода, сетуют бизнесмены. Если торговые центры закроются, доход потеряют более 30 тысяч человек, а с учетом членов их семей пострадают порядка 90 тысяч. К тому же, со слов владельцев торговых центров, эти заведения гораздо менее опасны с точки зрения распространения коронавируса, чем школы, общественный транспорт и продовольственные магазины. 180 вопросов поступило от жителей Края на прямую линию с губернатором. И это всего за один день после объявления. Люди пишут на сайт и звонят на горячую линию. Какие проблемы волнуют население и на все ли поступившие вопросы 23 ноября сможет ответить Виктор Томенко. Надежда Валерьевна, о какой проблеме вы бы хотели сообщить, о какой вопрос вы хотели задать? Волонтеры работают по будням с 9 до 18 часов. Делятся на смены мы попали в разгар первой. Телефоны не умолкали. Девушки говорят, жители активны и среди них не только барнаульцы. А вопросы чаще всего задают по проблемам здравоохранения, транспорта, ЖКХ и социальной защиты. Время на общение ограничено. Волонтеры просят звонящих оставлять свои контактные данные, электронную почту, номер телефона. Иначе просто не будет возможности ответить на волнующие их вопросы. Губернатор Фильмом и Филипп ответит на те вопросы, которые наиболее часто повторяются, на наиболее острые вопросы. Вопросы будут приниматься до конца линии, то есть до того, как она закончится 23 ноября. Все, кто подает свои вопросы, получат ответы. Органы власти дадут ответы на вопросы всем жителям, которые обратятся на прямую линию. Напомним, прямая линия состоится 23 ноября в 17 часов. Будет транслироваться на каналах ОТР, Катунь-24, Россия-24 и на Толке. Задать свой вопрос каждый сможет, написав на сайт, либо позвонив по номеру колл-центра с 9 до 18 часов в будние дни. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. Наша редакция также решила спросить у жителей Барнаула о том, какие проблемы их особенно волнуют, и разъяснения, по которым им хотелось бы услышать лично от губернатора края. Какой бы вопрос задали главе региона? А, про цены бы задала вопрос. Это ужас ведь что-то, что творится. Какие цены? Хлеб на 5 рублей. Это уму непостижимо. Почему деньги в магазине растут, а зарплата нет? Так-то нормальный губернатор. Я считаю, как? Если человека не видно, не слышно, а дела идут, значит хорошо. У нас дистанционное обучение, мне кажется, это самое непонятное. Что я бы не хотел учиться дистанционно. Все мысли только о ковиде. То есть, какие меры ему кажутся наиболее эффективными, и когда эта ситуация будет разрешена. Сделайте так, чтобы у нас не было этого негатива в жизни. И все. Если вы нам с этим поможете, то мы будем вам очень сильно благодарны. Жители Ярового опасаются новых перебоев с отоплением. Несмотря на то, что на местной ТЭЦ накануне отремонтировали котлы, которые выходили из строя, авария, считают люди, может повториться в любой момент. Оборудование на теплоэлектроцентрале больше полувека. После печального опыта прошлых сезонов, в долговременность согрева не верит даже ряд специалистов. Они считают, что давно назрела необходимость решать проблему с теплоснабжением города комплексно. Но для этого нужны большие средства. Что касается обычных жителей, они с опаской ждут серьезных морозов. И говорят, что пока остается надеяться на русский авось. А между тем, на местной ТЭЦ следователи продолжают проверку. В ближайшее время они должны дать оценку действиям должностных лиц. И снова о тепле. Спать приходится одетыми, а днем включать приборы для обогрева комнаты. Жители Барнаульского поселка Южный на прошедших длинных выходных, когда на улице резко похолодало, жаловались на холод в квартирах и звонили в управляющие компании. И это при том, что отопительный сезон начался полтора месяца назад. С подробностями, почему это происходит и возможно ли изменить ситуацию, Анара Шагирова. Сейчас, в настоящее время, когда на улице плюсовая температура, нормально. 23 градуса сейчас у меня в квартире. Было холодно, когда было 19-20. Поэтому и не снимают с себя жители поселка Южный дома теплых вещей. И чем ниже температура за окном, тем больше переживают. В слове метеозависимость южане разглядели даже новый смысл. С прошлого года, как пришла компания, вначале тоже были проблемы, а потом вроде наладилось, все нормально было. Ну вот и думаем, что нынче-то, может быть, все наладится. Из-за жалоб жителей, инспекция теплосетевого подразделения СГК решила провести дополнительный рейд. И проверить, обоснованы ли претензии. Первая точка – элеваторный узел в подвале многоэтажки, откуда тепло распределяется по всему дому. Мы обследовали тепловой пункт, замерили параметры на элеваторном узле, сняли параметры по температуре и по давлению, убедились, что все параметры соответствуют нормативным значениям. А затем поднялись и в квартиры. Здесь представители тепловой компании встретились с возмущением. Мол, зачем проверять температуру в доме, когда на улице выше нуля. Зимой-то холодно. Специалисты разъясняют, погода в доме зависит от нескольких факторов. Подготовлен ли дом к зиме, верно ли выполнена регулировка системы отопления, чтобы тепла хватило всем квартирам. Да и замеры жильцами не всегда объективны. Настенным градусникам, говорят инспекторы, не стоит доверять. Еще один фактор – изношенные коммунальные сети, которые могут просто не выдержать резкого изменения температуры теплоносителя. Видите, здесь с плюса в глубокий минус, потом опять в плюс. Надо понимать, что мы не можем днем задавать одну температуру, к вечеру резкое похолодание, резко поднимать эту температуру. Потому что данный поселок, сети поселка к нам перешли в конце 2019 года. Износ сетей порядка 93%. Резкие такие скачки температуры могут привести к повреждениям сетей. Сотрудники компании уверяют, что все проблемы в поселке стараются устранять своевременно. И заявляют, когда за окном установятся стабильные морозы, то и дома всегда будет тепло. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня во всем мире отмечают день шопинга. Уже сейчас в магазинах появились красные ценники, которые буквально ударили по стоимости товаров. По крайней мере, в этом нас уверяет реклама. Но отношение к этому уже стало двояким. Многие попросту не верят и называют это маркетинговой уловкой с целью нажиться на покупателях. Так ли это? Этот вопрос мы задали экономисту, владельцу винтажного бутика, а также самим жителям города. По итогу мы теперь знаем, чей именно кошелек несет убытки. Бизнесменов или все-таки простых людей? Узнать ответ на этот вопрос можно будет уже в завтрашнем выпуске, когда выйдет развернутый материал. На этой неделе весь мир отмечает День сирот. На Алтае проживает больше 8 тысяч детей, которые остались без попечения окромных родителей. Многие из них проживают в детских домах и приютах, которые в сложный пит-период не разрешают посещать журналистам. Но узнать некоторые официальные данные нам все же удалось. По ним стало понятно, что на Алтае детей-сирот стало больше. Так, в этом году, по сравнению с прошлым, осиротевших на пять сотен больше. Из них превалирующее большинство без пап и мам остались по причине смерти родителей. Больше чем у 200 детей родители лишили прав на воспитание. Еще одна причина – заключение взрослых под стражу. В общей сложности в крае сегодня насчитывается больше 8 тысяч детей-сирот. Из них больше тысячи проживает в детских домах, где в последнее время, отмечают специалисты, меняется подход к воспитанию детей. Акцент в настоящее время достаточно свежий – это взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают нашим учреждениям содействие в получении детьми услуг сверх тех, которые им гарантированы государством. Сетевые или это компании, либо наши местные производители и так далее. То есть любые работодатели, которые согласны работать с нашими детьми и хотят помочь им сориентироваться в мире профессий. Добавим, в этом году новую семью обрели 7300 сирот. Однако в прошлые годы таковых счастливцев было на несколько сотен больше. Сегодня во всем мире отмечают 200 лет со дня рождения звезды литературы мировой величины. Речь идет о Достоевском, классике которого еще при жизни называли пророком. Федор Михайлович имеет непосредственное отношение к нашему региону. Он шесть раз бывал в Барнауле, но несмотря на это, а также всемирную известность писателя, его юбилей у нас празднуют скромно, в отличие от других российских и зарубежных регионов. Эти глаза вновь взглянули с афиш. Сегодня вечер Достоевского проходит в библиотеке имени Шишкова. В небольшом кругу читателей помнят мирового мыслителя. И вот это вот произведение Достоевского... Чаще всего вспоминают музей истории и литературы, где любят рассказывать о ссылке Достоевского в Сибирь. Тогда Федор Михайлович и посетил Барнаул. География его путешествий уникальна своими масштабами. В своих дневниках с любовью он вспоминает лишь наш город. Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то ради бога не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Гасфортом, то ради бога поговорите. А если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу. Сибирская история писателя полна пробелов. Охотно их закрывает Елена Сафронова. Как филолог она убеждена, городу нужен свой памятник Достоевскому. Сейчас доктор наук на международной конференции в Санкт-Петербурге. О задумке рассказывает ее коллега. Проект этот называется «Достоевский возвращается в Барнаул». Ну вот он возвращается очень длительно. Как-то вопрос не решается, хотя грантовые средства выделяются. Но все-таки памятника пока нет. Поэтому мы очень надеемся на то, что как-то руководство города осуществит эту долгожданную идею филологов. Сегодня нечто подобное есть в Омске. В гадком городишке, как писал Достоевский. В Заринске и Новокузнецке стоят верстовые столбы. В Кузбассе запущен стилизованный поезд. Наш бренд Достоевского еще в пути. Видимо, любовь писателя была в одностороннем порядке. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Известный бейчанин Сергей Каменский завоевал сразу две медали Кубка Президента Международной Федерации Спортивной Стрельбы. В копилке спортсмена серебро и бронза, которые он добыл на Олимпиаде в Токио. А вот Кубок Президента завершился буквально на днях 9 ноября в Польше. Здесь Каменский выступил сразу в двух финалах стрельбы из малокалиберной винтовки. Сначала индивидуально, затем в паре со спортсменкой из Норвегии. К слову, на соревнованиях в Польше выступали сильнейшие стрелки мира. В мир пандемии считают психотерапевты и эзотерики. Люди чрезмерно напряжены. У них страдает душевное здоровье. А между тем, чтобы сохранить его, нужно почаще пребывать в состоянии гармонии. В этом убежден известный алтайский шаман. Артем Игнатенко построил в Бийском районе огромный этнокультурный центр, к которому сегодня съезжается весь мир. Для того, чтобы в том числе достичь умиротворения, с шаманом и его космическими взглядами на жизнь познакомилась и наша съемочная группа. Когда ты осмотришь, она начала крутить вот эту спираль. И так она чистит сознание. Очищали свое сознание, заглядывая в самое сердце волшебного колодца знаний Олега Смехова, Ирина Линд и многие другие знаменитости. Со всей страны к известному алтайскому шаману в село Полеводка приезжают тысячи людей за своими истоками, славянскими традициями и ценностями. А все дело в том, что этнокультурный комплекс, который построил Артем, находится в мощном энергетическом месте, считает шаман. Это интересное место. Тут до Лебединого озера на прямке ровно 8 километров. До горы Пикет тоже 8 километров. А от Пикета до Лебединого тоже 8 километров. Этот магический треугольник 8-8 на 8 – это одно из самых мощных мест силы всей России. С помощью огня и полыни Артем отпугивает бесов. Этого растения, говорит шаман, боятся как в этом мире, так и в потустороннем. Далее следует обряд на благополучие и счастливую жизнь. Совершают его только на растущую луну. После такого энергетического душа чувствуешь себя как заново рожденный. Массаж на клеточном уровне. Это на благополучии. Слышишь, что тут стоит рай. Мужчина с женщиной, чтобы гармонизировать древо жизни, солнце, луна. Гармония с природой и со своей семьей – вот главные ингредиенты счастливой жизни любого человека. Но сегодня о них большинство россиян позабыли, считает шаман. Должна быть семья. Это самая главная традиция. Если у тебя семьи нет, смысла вообще нет. Вторая традиция – муж должен предков жены поминать как своих собственных. Когда мы называем родовые фамилии, а жена слышит, что я род поминаю как свой собственный, у нее сразу в душе любовь. Тесть улыбается, теща довольна. Совершает Артем и обряды на изгнание злополучного коронавируса, который держит в плену весь мир вот уже почти два года. Но ритуал шаман проводит на убывающую луну. А вообще, говорит Артем, такая зараза пройдет сама, если каждый из нас вспомнит и душой повернется к своим истокам и семье. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok